всем привет сегодня на видео обзоре очередная колонка от tronsmart модель т7 новинка в одном из прошлых видео делал я вам обзор на такую вот колонку тоже tronsmart studio жена ей пользуются в подарок я купил как видите используют она ее активно видно по ней ну и немного минусов сразу ну вот загрязняются именно вот эти вот прорезиненные кнопки они сами по себе такие цепкие ну и на них соответственно все остается но колонка вообще без всяких проблем работает и жену радует своим звучанием это вариант как вы видите вот для для помещения наверное можно брать в путешествие но для путешествий и для экстрима более подойдет вот этот вариант колонки сразу видно ipx 7 водозащита влагозащита уровень ipx 7 говорит о том что колонку можно погружать на метр в воду на время до 30 минут ну наверное это делать нежелательно но говорит о том что колонка уже защищена от попадания воды можно ее использовать под дождем даже если вы где-то вдруг ее уронили и она загрязнилась ее можно помыть под проточной водой то есть это очень классно коробка вызывает просто вау-эффект все для ознакомления основное на коробке приложение на смартфон также есть и скорее всего это ссылка на то есть qr-код на приложение и наверное qr-код на скачивание инструкции по данной колонке супер за упаковкой конечно следят очень приятно распаковывать такие товары tronsmart производитель вот аудио оборудования качественного и бюджет за бюджетную стоимость то есть это доступные деньги если ты себе не можешь позволить мощную классную колонку и стоит она хороших денег других производителей обрати внимание на tronsmart ну ты приятно удивишься вот я первого первый раз с ней ознакомливаюсь это даже ну совсем другие ощущения которые ты получаешь при видео этой колонке на картинке или на других видео обзорах супер просто мурашки по коже приятно держать в руках и трогать вот эти пробовать материалы кстати вот эта сетка покажется вам что она металлическая нет она сделана из какого-то материала как вроде бы плетенка как вроде бы вот веревка плетеная что-то такое темляк видите темляк идет уже заводской то есть говорит о том что ты взял к колонку и пошел себе в поход прикрепил ее на рюкзак прикрепил ее на пояс на руль велосипеда и погнал включил радуется жизни слушаешь качественную музыку этот пластик обычный жесткий пластик но как-то он не совсем не совсем обычные не имеет он какую-то свою структуру такой структурированный также и низ но он мощный не хрупкий чувствуется что мощный шайба регулировки громкости крутится она полностью по кругу не имеет ограничения плюс-минус громкость есть обозначение и также здесь по кругу идет светодиодная подсветка которую несколько режимов можно включать можно выключать нажатия и кнопки нету функции остановки там продолжение за все отвечают кнопки колонка имеет два высокочастотника расположенных по бокам и один сабвуфер в нижней части чувствуется что вот колонка в этом месте тяжелее из-за того что здесь установлен сабвуфер резиновые ножки и полностью резиновое вот это вот кольцо ножки очень мягкие даже вот такие амортизирующие очень классно цепко стоит колонка даже если неровная поверхность ножки мягкие играющие такие то есть одна ножка может смяться и колонка будет у вас ровно стоять наверное на любой поверхности лежа ее использовать ну наверное наверное не годится все-таки предназначена она для для такой вот установки резиновая заглушка и под заглушкой разъем тайп си юсби си для зарядки аккумулятора и слот под карту памяти на карту памяти накачал сколько музыки которой ты хочешь установил и слушаешь переключаешь перематываешь останавливаешь в одном из следующих видео протестирую видите еще все запечатано также и покажу вам работу наушников наушники для спорта также трансмарт space s1 также на вид новинка от трансмарт на колонке имеется от отметка спи и также есть отдельная кнопка спи на колонке фирменный пресет эквалайзера именно трансмарт при его включении колонка переходит в самый мощный режим что возможно колонка весит около килограмма да она нелегкая по аккумуляторам заявлено 7 и 4 вольта напряжение и 2000 миллиампер час аккумулятор но на самом деле там два установлена аккумулятора емкостью 2000 миллиампер час по 37 вольта общая емкость получается 4000 миллиампер час и напряжение 7 и 4 вольта время зарядки указано три часа но колонка может заряжаться и дольше и скорее всего будет она заряжаться дольше около четырех пяти часов также еще в комплекте идет конверт с с различными рекламами приглашениями приглашение в facebook и инструкция немаловажно инструкция имеет понятный для нас язык и какой плюс что не нужно тебе нигде искать информации более не в интернете ничего скачивать ничего переводить тебе не нужно инструкция большая на нескольких языках поэтому находишь понятный для себя язык и все подробно как колонку подключать какая кнопка за что отвечает вот языки которые присутствуют и на какой странице технические характеристики по колонке и здесь все прописано версия bluetooth 5 и 3 заявленное расстояние работы от смартфона по bluetooth до колонки около 18 20 метров но это при условиях что нету никаких преград выходная мощность колонки 30 ватт время работы воспроизведения музыки зависит от уровня громкости и аудио контента но это понятно на какой громкости вы будете слушать и какой контент также от этого зависит время разрядки аккумулятора до 12 часов светодиод выключен и до 4 до 4 часов светодиод горит имеется ввиду со светодиодной подсветкой время работы до 4 часов но это какое-то некорректная наверное какая-то ошибка допущена не я я не думаю что светодиодное кольцо так влияет на время работы первое включение выключение питания второе предыдущий трек третье воспроизведение пауза 4 следующий трек кнопка эквалайзера sound пульс индикатор зарядки есть у нас под резиновой крышкой также заглушкой слот к тф карта зарядный порт колесо громкости также даже прописано сколько нажатий и на какую кнопку нужно сделать чтобы получить определенное действие можно также вызвать голосового помощника siri и различных других двойным нажатием для активации голосового помощника на кнопку воспроизведения пауза также можно и на звонки отвечать кстати если применить кнопку с пи двойное нажатие для входа выхода из режима стерео пары имеется ввиду что две колонки можно связывать между собой и создавать такую себе стерео пару но есть один момент что это нужно использовать только колонки одной модели вот какой минус конечно в этом что тронсмарт не учли что я сегодня мог заказать такую колонку а теперь перед этим я заказывал вот такую колонку у них и какой минус что между собой я не могу сделать из этих колонок стерео пару потому что нужно две колонки либо т7 либо две колонки модель studio еще даже есть ну все классно смотрите отношения конечно к упаковке очень радует это немаловажно для для потребителя когда упаковка качество материалов соответствует кабель type-c usb а type-c для зарядки колонки уже есть у вас комплекте но также можете использовать и свой зарядный кабель если вдруг с этим что-то случилось потеряли течение колонки нажимаю и удерживаю кнопку включения стандартный фирменный звук включения колонок тронсмарт также такой же звук подает колонка studio при включении объемный такой классный звук мигание синей подсветки и давайте сразу добавим и колонку подключим к телефону по bluetooth можно установить карту памяти с накачанной музыкой как я вам сказал и использовать колонку самостоятельно без смартфона без подключения к смартфону но можно и подключить к смартфону и использовать мелодии накачанная у вас на смартфоне будет воспроизводить их колонка также при поступлении звонка колонка может вам служить как динамиком громкой связи тронсмарт т7 новое устройство подключена и изменилось свечение светодиодной индикации такой режим пошел по кругу далее приложение тронсмарт ищите в play маркете в appstore если у вас iphone открываю наушники которые добавлены и появилась громкость колонки показывают что колонка у нас подключена и регулируя громкость также у нас индикация на смартфоне меняется компьютерные колонки тронсмарт т7 тронсмарт studio именно моя колонка из прошлого обзора тронсмарт т7 испытывающий и найдена новая прошивка прикиньте вот такое может быть колонка обновляется через интернет обновить сейчас что нового убедитесь что уровень заряда выше 50 процентов понятно аккумулятора не отключайте в не не воспроизводите музыку во время установки держите динамик на расстоянии не более 0 5 метров от телефона не покидайте стране но все понятно перезагрузите компьютер вручную после успешного обновления что нового что нового непонятно но все равно обновим скачать и установка написано что рекомендуют производители делать обновления улучшают поправляют что-то добавляют лучше улучшается качество звучания улучшается качество работы колонки но это супер просто супер колонка обновляется через интернет по воздуху не отключайте питание понятно аккумулятор должен быть заряжен до 50 процентов и вы видели только я зашел уровень зале заряда аккумулятора был на первом месте обновить успешно ok индикация замерла и выключилась щелчок какой-то произошел скорее всего колонка еще и сама перезагружается поиск показывает что колонка выключена включаю колонку готова автоматом все нашлось уровень заряда батареи 80 процентов это очень классно когда заходишь и видишь сразу уровень заряда батареи кликнув по иконке в верхнем правом углу обновить прошивку последняя версия если будет будете обновлять но вы видели она сама выскакивает в первую очередь отключить понятно и руководство пользователя вдруг потеряли его инструкцию в приложении у вас полностью все есть и посмотрите еще и цветных картинках очень все классно минимальная загруженность веб-интерфейса музыкальные пресеты по умолчанию sound пульс именно тот пресет который выводит колонку на полную мощность все все системы так сказать глубокий бас понятно классический понятно при этом при переключении видите меняется светодиод светодиодная подсветка камень имеется ввиду дословная перевод рок и настроить можете сами настроить себе эквалайзер по частот на как вы захотите далее bluetooth нас настройка т.ф. карта ошибка сначала т.ф. карта дополнительный источник то есть вставлена должна быть и стерео режим сопряжения именно режим сопряжения колонок колонка сейчас ждет подключение второй колонки но у нас ее нету а давайте попробуем сейчас включить студию ну ничего не получится потому что тут так и прописано что необходимо два динамика одной модели у нас модели разные светомузыка такая вот можно менять ее режим и нажав один раз на кнопку включения выключения первый режим вы видели сейчас вот второй режим третий режим четвертый режим все режимы прописаны на странице как они называются пульсация под музыку есть различные моменты и пятый режим выключена при этом если мы отключим колонку например вот взяли и запросили выключение и при последующем ее включение давайте посмотрим в каком режиме будет светодиодная подсветка она ставится по умолчанию на первый режим вот так настройка не при выключении не сохраняется но кому плюс кому минус кому не тяжело и перещелкнуть все это дело для демонстрации включу вам с ютуба музыку без авторских прав с канала музыка без без авторских прав но я вам сразу скажу что передать звучание через youtube но не получится никаким образом вы просто услышите ну моего мелодию воспроизводимую с колонки но всех частот различить будет через youtube передать невозможно объемный звук реально звук объемный заявлено 360 звучание очень классно звучит настолько мощный бас что вибрирует стол отдает стол и вибрация идет от стола прямо в пол очень классные басы кому нравятся басы колонка вам подойдет наилучшим образом и это в пресете по умолчанию стоит по умолчанию есть еще глубокий бас ну и понятно что управлять громкостью вы можете со смартфона и это очень классно на большом расстоянии bluetooth позволяет вам управлять колонкой ну и переставлять мелодии все что нужно можете делать со смартфона на расстоянии таком вот от колонки при регулировке громкости имеется такая ненавязчивая трещотка то есть уровень фиксируется шайба немного фиксируется щелчки такие даже слышны при регулировке ну и когда на минимальную громкость звучит звук слышите характерный в динамиках и на максимальную громкость когда настраиваешь также прерывается немного музыка появляется такой вот звук мулькающий говорящий о том что критический уровень громкости и продолжает играть музыка колонка не запирает нету никаких запираний нету никаких дефектов вот при максимальной громкости звучание колонки очень классно все подстраивается автоматом также переключение треков можете если подключили телефон управлять телефоном по трекам можно кнопками ну и также воспроизведение также остановить ролик в ю тубе например вы смотрите а колонка у вас динамиком служит для к более качественного воспроизведения со смартфона но и также вы можете управлять воспроизведением перемоткой всеми моментами заряжать колонку можно обычным зарядным вашего смартфона 5 вольт 2 ампера желательно использовать как и заявлено но колонка больше ампера не берет поэтому также можно заряжать и 1 амперным zara зарядником но лучше более мощным возможно процесс будет быстрее и не такая будет нагрузка на зарядное устройство при этом индикация есть заряда при зарядке светит красным при полной зарядке скорее всего изменится на белый светоиндикатор то есть информация у вас есть когда колонка полностью заряжена вы можете это видеть при зарядке работа колонки также возможно работает в штатном режиме заряжается будет у вас например мощный пауэрбанк хотите вы под пауэрбанка будет зарядить колонку но есть возможность подключения к пауэрбанку и работы совместной зарядки и работы от пауэрбанка возможно подключение вашей колонки к телевизору по bluetooth готова колонка подключена ну и немаловажно его стоимость за небольшие деньги ты получаешь качественный звук и качественное устройство кому интересно на данный момент какова цена ссылку оставляю в описании под видео в комментариях если вдруг ссылка не дал ссылку пишите дам обязательно или кто не может найти постоянно акции какие-то заходите и приобретайте наушники колонки сам покупаю показываю вам как это работает кому интересно эта колонка в украине продам ее вам по закупке алиэкспресс пишите в комментариях в телеграм заходите телеграме моем на моем канале больше информации по этому поводу подписывайтесь на канал обязательно в дороге еще много интересных вещей всем удачи до следующих видео